ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! В этом видео я покажу вам первое включение устройств DRC-100 и DRC-110, а также процесс начальной настройки. Если у вас устройство DRC-100 с версией прошивки, начинающейся с единицы, или устройство DRC-110, то при первом включении устройство предложит вставить в него Ethernet кабель. После того, как кабель будет вставлен, устройство в течение 60 секунд попытается найти DHCP-сервер в сети. Если сервер будет найден, то устройство загрузится и отобразит на дисплей полученный IP-адрес. Если сервер найден не будет, то устройство загрузится и отобразит адрес 192.168.01. Если у вас устройство DRC-100 с версией прошивки, начинающейся с нуля, то устройство сразу загрузится и отобразит IP-адрес 192.168.01. Для того, чтобы изменить адрес устройства, можно соединить устройство напрямую с компьютером Ethernet кабелем, указать в настройках сетевого подключения компьютера адрес, например, 192.168.02, зайти на воп-интерфейс устройства и сменить ему адрес. Либо воспользоваться более простым вариантом с USB-накопителем. Для этого в корне USB-накопителя создайте файл Network Settings.txt. В этом файле можно указать необходимые настройки сети устройства. В первую очередь необходимо указать IP-адрес. Он указывается вида IP, равно и адрес. Установки IP-адреса обычно достаточно для того, чтобы зайти на воп-интерфейс устройства. При желании в этом файле можно указать прочие настройки сети, однако проще это сделать в дальнейшем на воп-интерфейсе. Дополнительно можно указать шлюз вида gateway, равно и адрес шлюза, маску под сети вида префикс, равно и маска, и адреса DNS серверов вида DNS1, равно и адрес, и DNS2, равно и адрес. После того, как файл создан, нужно вставить USB-накопитель во включенное устройство. На дисплее отобразится сообщение о том, что настройки сети изменены, будет предложено извлечь USB-накопитель, и затем на дисплее отобразится новый IP-адрес. После того, как устройство получило необходимый IP-адрес, можно зайти на воп-интерфейс, HTTPS и адрес устройства. Браузер может выдать сообщение о незащищенном подключении. Это нормально, подключение при этом является защищенным. В случае, например, браузера Google Chrome, нужно нажать дополнительно, перейти на сайт. Появится страница входа, логина и пароля по умолчанию нет. После того, как вы зашли на воп-интерфейс устройства, можно приступить к настройке. Если устройство получило адрес под DHCP, рекомендуется переключить его на статический. Для этого зайдем в настройки, IP-подключение. Переключим режим на вручную и укажем статический адрес. Также, если адрес настраивался с помощью USB-накопителя, то в этом разделе можно указать прочие настройки сети. После этого нужно нажать «Применить». Устройство предложит перейти в раздел «Управление для перезагрузки». Здесь кнопка «Перезагрузить систему». На дисплее устройства появится новый адрес, и можно по нему зайти на воп-интерфейс. После того, как сеть настроена, можно перейти к настройкам звука. «Настройки», «Управление каналами». «Входной канал». Здесь можно при необходимости переключить вход с аналогового на цифровой. Подадим звук на вход устройства. После подачи звука на вход рекомендуется проверить настройки детектора тишины. «Настройки», «Звук», «Детектор тишины». Верхние четыре параметра отвечают за то, по каким условиям устройство будет переключаться с одного входа на другой. Также можно настроить уровни громкости. Настройками по умолчанию являются уровень выходной линии 100% и уровень входной линии 73%. При таких настройках звук проходит сквозь устройство без изменения уровня. Добавим в качестве еще одного входного канала интернет-поток. «Управление каналами». Указывается адрес потока и при необходимости логин и пароль. Также можно добавить аварийный плейлист. Выбираем тип «Шафл». Для работы аварийного плейлиста необходимо будет настроить соединение с фабдов сервером. После изменения настроек каналов необходимо перезагрузить устройство. На главной странице интерфейса в разделе «Состояние каналов» появились интернет-поток и аварийный плейлист. При необходимости можно изменить порядок выходных каналов в разделе «Настройки управления каналами». Для этого достаточно перетащить канал. Следует учитывать, что если в каналах есть аварийный плейлист, то он должен быть последним. Для синхронизации плейлистов, аудиофайлов, обновлений, записей, аварийного плейлиста и протоколов используется вабдов сервер. Самым простым вариантом использования вабдов сервера является Яндекс.Диск. Закачаем на устройство плейлисты с помощью Яндекс.Диска. Для этого, например, в корне Яндекс.Диска создадим папку drc. В ней папки «Плейлистс» и «Аудио». В папку «Плейлистс» вместим плейлисты и в папку «Аудио» поместим аудиофайлы. Плейлисты можно создавать с помощью бесплатного планера, идущего в комплекте с программой, с помощью программы SIN1 от M2 или с помощью сторонних программ при помощи конвертера. Укажем настройки для синхронизации плейлистов. Адрес указывается в вид HTTPS, вабдов Яндекс.Ру и путь внутри Яндекс.Диска. Обратите внимание, что папки «Клиент.Диск» указывать не нужно. Также важно то, что устройство чувствительно к регистру путей. Укажем логин. Логин указывается без собака Яндекс.Ру. И пароль. Параметр частота обновления отвечает за то, как часто устройство будет проверять наличие новых или обновленных файлов на вабдов сервере. После нажатия кнопки «Применить» можно нажать «Проверить подключение». Если у устройства есть доступ к вабдов серверу, появится сообщение о том, что подключение верно. Чтобы не вбивать настройки вручную, можно воспользоваться кнопкой «Скопировать из плейлисты». Дальше нужно всего лишь изменить путь. После того, как устройство закачает плейлисты, на главной странице изменится состояние кэша. И в разделе «Плейлисты» можно будет увидеть плейлисты. В колонке «Кэш» указывается то, закачался ли файл на устройство. Если файл закачался, то будет стоять зеленая галочка. Если файл еще не закачался, то будет стоять красный крестик. Укажем папку с аварийным плейлистом. В самом простом случае для аварийного плейлиста может использоваться просто папка с аудиофайлами. Устройство закачает все аудиофайлы из корня папки и будет их воспроизводить в случайном порядке. На этом все. Спасибо за внимание.